добрый вечер здравствуйте я начну сегодняшний наш разговор наверное с такой как бы не знаю как это сказать шутки да но надо понять что в каждой шутке как мы знаем есть намек действительно на действительность как-то одна очень богатая еврейская пара вышла в море на своей яхте но во время прогулки поднялся очень сильный ураган и их яхта разбилась у берегов необитаемого острова добрый день елена добрый день и ольга дай бог чтобы никому из нас у никого у нас не разбивалась не наша яхта не у необитаемого острова да и вот этот муж и жена они оба спаслись наступает ночь им страшно им холодно им голодно и в этот момент они начинают думать да что же им выпало такое несчастье как всегда когда тебе плохо ты начинаешь перебирать что и как было и сидят они на необитаемом острове и остров это мало необитаемый и вообще мало кому известный и они реально понимает что нет шансов что их найдут этот голодная жена спрашивает у мужа а им а ты помнишь ты обещал пожертвовать деньги на столовую для бедных ты им отдал деньги ой говорит хаим что-то я забегался и забыл сидят они дальше сидят и жена говорит хаим а ты помнишь что-то я обещал деньги сиротина свадьбу дать ты перевел им деньги ой хотел было даже деньги в сторону отложил но вот как то вот руки не дошли до этого сидят они опять дальше жена говорит хаим а ты заплатил за год за место в нашей синагоге у тебя же там самые лучшие места до 3000 долларов каждый месяц нет дорогая отвечает хаим и это я не успел и вот сидят они такие грустные грустные и тут муж скакивает радостный и говорит но раз всем так нужны мои деньги нас обязательно найдут и так еще раз добрый вечер всем тем кто подошел уже до пока я вот рассказывала эту небольшую историю а сегодня бы я хотела поговорить тем кто пришел на урок и тем кто может быть потом будет дальше слушать хотел бы с вами поговорить о хороша шана что это вообще такой за день да может быть кто-то мне может сказать написать да что это за день и почему он так важен почему мы все так готовимся к нему на самом деле я совершенно уверена что те кто приходит на мои уроки во всяком случае интересуется чем-то они уже давно послушали много и других уроков и точно совершенно знают что надо готовить в этот день и что мы кушаем и что мы кушаем и как звучит шафар и как мы к этому дню готовимся я уверена что на самом деле вся эта информация давно у вас уже есть и поэтому я просто хочу еще раз спросить какое главное действие роша шаны главное действие этого дня пока я не вижу что кто-то решил отвечать окей многие наверное мне скажут что в этот день был создан прародитель человечества адам первый человек адам решен да и что в этот же день он нарушил данный ему всевышним запрет и поэтому был он осужден на изгнание из райского сада из кайска на это на да и это был первый рожь ашана и когда же и тогда же в этот день свершился первый суд на человеком и с тех пор ежегодно в этот день всевышний творит суд над всем человечеством до предопределяя что должно с людьми случиться в этом ближайшем году с людьми с отдельными людьми и со всеми народами в наступающем году да то есть нам становится понятно что нет только да хоть празднуют евреи только этот день да но в этот день решается судьба не только евреев а решаются судьбы всех народов на и вот хоть наш мир начал создаваться за шесть дней до того вот события про которые я вам сказала когда был создан адам решен первый человек да но этот мир как мы знаем был создан именно для него именно для этого самого первого человека и что же сделал первый человек первого тишрея первый раз в этом мире он заявил о том что он выбирает всевышнего королем царем этого мира когда всевышнего создал и вот он встал на ноги вот этот красивый первый человек он был настолько прекрасным кстати мы с вами с нашими понятиями о прекрасном не в состоянии даже понять этой красоты да было там сказано что он высотой 20 амот и от него исходил божественный свет и вот весь мир и все животные и вообще все что было в этом мире да кстати животных называл первый человек адама решена если вы все помните то все животные все вместе решили что именно этот адама решен именно этот первый человек и является хозяином этого мира и они все тут пришли ему поклоняться хозяин мир надо поклониться надо признать его царем и тут первый человек сказал им что вы мне поклоняетесь да нет давайте все с великой любовью и вожением поклонимся всевышнему который создал этот мир и он был этим примером и он первый поклонился после этого соответственно все животные и все весь мир начал действительно это был первый вот такой выбор всевышнего царем знаете что не может быть царя не может быть короля без того чтобы его выбрал народ чтобы вы выбрали те извините чтобы его выбрали те над кем он будет царем и вот с тех пор каждый год до в рожь ашана происходит обнуление нашего мира создан нагад обнуляется и потом заново решается что будет на следующий год происходит обнуление мира обнуление того что мы выбрали всевышнего нашим царем да но поскольку я вам сказал что происходит обнуление всего то происходит в частности и обнуление того что всевышний сам взял на себя роль быть нашим царем то есть представляете каждый год мы оказываемся в ситуации ладно мы будем выбирать его а всевышний вообще еще не решил хочет ли он вообще быть нашим царем хочет ли он заниматься всем этим миром и все всеми нами и вот наверное тут может быть к месту не знаю не к месту стоит вспомнить что когда шломом эллах построил храм он попросил всевышнего что когда к тебе будут приходить все народы и просить что-то для себя даем даем все что они хотят все что пришли просить дай им да но когда к тебе придут евреи дай им то что ты считаешь правильным то что ты считаешь им положено вот для того чтобы всевышний был нашим царем и мог там вообще у каждого там было у кого попросить чтобы было тому кто мог для нас что-то решить мы для этого каждый из нас сначала должен выбрать чтобы всевышний стал действительно этим царем и может быть еще вернувшись немножко назад мы с вами вспомним о том как царь давид стал царем если кто помнит историю то сначала его на царство помазал пророк шмуэль да но в тот момент как его помазал пророк шмуэль он не стал в этот момент царем а только много 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 лет спустя уже после этого уже после смерти шауля и так далее когда весь народ захотел чтобы он стал их царем то есть мы не достаточно того что таким образом задуманный построен мир обязательно должны быть мы народ люди вообще весь мир те кто хотят чтобы всевышний действительно ими правил ну и тогда можно спросить как мы с вами можем сделать всевышнего нашим царем ведь каждый из нас может сказать сам про себя кто вообще я такой чтобы говорить всевышнего будь царем и не быть царем да как я могу им указывать и вообще простой человек с какими-то своими грехами со своими проступками разве от меня простого человека разве может зависеть где и как будет всевышний в этом мире и когда мы что-то просим мы должны немножко понимать что мы просим и что мы хотим ведь многие или многие не знаю могут подумать что мы ищем кого-то вот как такой так сказать дмут как скажем далеко за примером не ходя царь в россии да когда кто кем как является царя неважно в россии в англии неважно есть царь и есть люди которые до него работают вся страна все люди живущие в ней они на него работают и при этом по большому счету во всяком случае так было много-много столетий может быть даже тысячелетий что жизнь вот этих живущих там работающих на него людей совершенно ничего не стоило они были собственностью и соответственно царь мог делать с ними все что хоть и хочет совершенно соответственно не принимая во внимание их потребности того что им надо и вообще то как они живут да мы просим немножко что-то другого надо вспомнить что есть еще одна важная вещь что в тот момент когда мы просим всевышнего управлять этим миром надо не забыть попросить чтобы он управлял и нами а то мы можем просить его совершить справедливость тут справедливость там иногда даже может быть позаботиться о ком-то сделать что-то хорошим и совершенно забывать про себя в каком смысле сказать что дай мне нет не это я имею ввиду да я имею ввиду вот это возможность и умение когда ты можешь отдать себя полностью во власть всевышнего то есть в этот день жить я полностью твой я делаю со мной вот абсолютно все что хочешь да хочешь построить мне такой график жизни строить такой график жизни хочешь мне дать что-то хорошее дай что-то хорошее хочешь поставить передо мной какой-то игар какую-то проблему ставь мы принимаем это все с любовью да все что нам дается свечи надо начать уметь принимать с любовью знать что это хорошо для нас да понятно что реакция каждого из нас на то что с ним происходит она конечно своя если мы сможем принять данные нам то мы правильно сможем выбрать опять же наш правильный поступок и как себя вести мы с вами имеем и хотим иметь нечто большее чем некого тирана властителя по которому сказать окей я ничего я буду слепо как раб на тебя работать нет нет мы с вами хотим иметь папу папу вас не удивляла вот такая вещь что одна из центральных еврейских молитв это авину малкайну отец наш царь наш скажите вам не кажется что это одно противоречит другому как вы думаете вот представьте на себе немножечко сын царя как он относится к своему папе он относится к нему как царю или к папе да как сын царя разговаривает с ним и вообще представьте себе видели ли вы такое что происходит где-то суд там есть суде там есть адвокаты и царь присутствует при этом и вдруг момент суда когда судят там кого-то по очереди каждого человека все люди начинают подбегать к царю со своими просьбами плакать просить царя о чем-то вообще совершенно не имеющие отношения ни к тому суду не к того человека которые судят да царь помоги мне в этом царь помоги мне в том так мы можем делать только с папой в тот момент когда мы стоим в самый важный момент на нашей жизни можем обратиться только к папе но только царь может решить папа может нас услышать а царь может решить действительно что будет с нами и что будет с нашей судьбой вообще традиция передает что вот эту молитву авину молкой но и и составил рабе акива и в талмуде приводится рассказ о страшные засухи которая прекратилась только после того когда вот рабе акива прочитал эту молитву которую он сам и составил до авину молкой ну вот слова этой молитвы они в принципе состоят для тех кто знает это стоит из 44 строк и часть из них это вот эти слова которые мы все знаем наш отец наш царь грешили мы перед тобой наш отец и наш царь верни нас полностью исправившись к себе нет не я обещаю не я обещаю да мы не читаем виду и в роша шарна мы не читаем мы на суде на суде когда на суде мы не стоим и не каемся нет мы говорим папа наш папа ты наш царь мы хотим чтоб ты был нашим царем чтоб ты был ответственен за наш за нашу жизнь за нашу судьбу но относись к нам как папа и как любящий царь который заботится и любят своих детей да мы не говорим что мы к тебе вернемся мы будем хорошие мы обещаем и обещаем и обещаем нет мы говорим верни нас полностью исправившись и исправившихся к себе чтобы мы с нашими силами мы не всегда можем справиться поэтому мы просим помощи всевышнего и сделав его царем помочь нам кстати еще один очень интересный может быть факт который я думаю что знают тоже многие а может быть и не знают что есть прямая связь молитвы авину молитвы совершенно другой религии которая называется очень наш слышали да что есть такая молитва так что на самом деле в этот день не только мы евреи которые знаем что нам дает этот день я думаю что и каждый человек должен переосмыслить и подумать и прийти к всевышнему а с божьей помощью я желаю всем шана тува хорошего года хорошего суда над нами принятия хороших решений для самих себя и с божьей помощью я надеюсь мы сможем с вами встретиться еще и на следующей неделе и может быть будут еще интересные вещи которые я смогу вам действительно рассказать и донести до вас всего хорошего да так хорошо мы дома мы мы